итак добрый день дорогие друзья сегодня у нас срок тоже проходит называется и находясь в дороге и будете изучать слова торы сидя дома и находясь в дороге ложась и вставая вот мы сейчас будем изучать находясь в дороге симона голка смотрит и мы сегодня по моему нас сегодня 12 у меня нет перед глазами сейчас нет перед глазами книги которые мы изучаем на сегодня нас 12 число 12 иллюля и мы стремительно приближаемся к рожа шана стремительно приближаемся к рожа шана всем шалом шалом значит так как а если может быть я на том телефоне посмотрю сейчас я может быть возьму телефон жены и я в нем увижу в нем я увижу нашу книжечку которому изучать значит итак дорогие друзья сегодня ттц день 5 готовы так значит все сегодня 12 иллюля 12 число месяца иллюля и первая часть книга йом-йом нам рассказывает о том что рыбе шалом дофбер это 5 любачистый рыбе он произносил мама рима значит он произносил мама рим сериями и как вы думаете сколько в одну серию входила мамара вы не угадаете 144 мамара мамар это вот как уроки да значит вторая часть этой серии так осталось в рукописях значит текст из нее рыбы не произносил и не разделял ее на отдельные мамеры значит представляете что по отсюда видим что вот когда есть такой человек как рыба до рыба это это такое звание да вот есть равен а есть рыбы и рыба это тот человек через которого которому ходят советоваться через которого хасиды соединяются со всевышним и чтобы быть вот таким вот рыба это не просто так быть рыбы то есть он реально без остановки учил тору то есть это такая глубочайшая работа на что это похоже например мы идем если к врачу есть врач один которые которые убрать себе такой врач он два часа работать врачом в день а остальное время он подрабатывает там водителем такси это один врач а другой врач на был а боссов да был такой академик амосов он живет этим он просто до 90 там лет оперирует он вообще для него нет другой жизни кроме как жизнь врачу понятное дело что это два разных типа врача то же самое рыбы рыбы он это такой человек который полностью каждую секунду своей жизни он с невероятным с невероятным таким намерением и силой он приближается ко всевышнему и его задача задача его главное да у него она все время в голове вот это хасида они об этом всегда говорили что он все время думает о каждом из них чтобы они все приблизили чтобы они стали знаете как вот тренер например тренер там хороший тренер сборной с был или там знаете есть тренерша такая тренер тренер winner да вот это вот winner которая она она жила этими своими художественными гимнастками она просто жизнь на них положила то есть это как раз мы на этих примерах чуть-чуть понимаем что такое вообще рыба сто сто сорок четыре мамара он написал сарайки это же просто нереальное количество до двигаемся дальше не то там очень длинно дальше час секундочку вторая книга называется обретение неба на земле которую мы изучаем и рассказывается так кому кто сделал что-нибудь хорошее рыба обычно говорил следующее человек всегда склонен думать что достиг своей цели только наполовину если вы достигли ста стремитесь сделать 200 а когда сделаете 200 требуйте от себя 400 таким образом всегда должны вас возрастать ваши добрые дела пришедшего к нему за благословением мэра хайфа рыбы благословил на безграничные возможности мэр заметил что луто влетворить только то что он сможет сделать реб soap и ответил рассердившись что же выиграют жители хайфа если вы готовы до довольствоваться тем что сможете то есть это тоже очень интересный подход очень интересный подход это тоже очень очень интересный такой подход в жизни то есть рыба говорил что нужно все время удваиваться удваиваться в добрых делах в изучении торы не останавливаться. Обычно человек в материальном, он понимает, что надо удваиваться, даже не так. Удваивание в материальном это прошивка, это внутри у человека прошито в его теле, в его нервной системе. У каждого человека есть, как сказал царь Соломон, есть у него 100, он хочет 200, есть у него 200, он хочет 400, есть 400 и так далее, и так далее. В духовном все происходит чуть-чуть по-другому, потому что в духовном человек, вот он, ну как-то непонятно, зачем стремиться к духовному. Вот я вокруг смотрю, там кофе, там еда, там еще что-то. Понятно? То есть все понятно, взял, получил, заработал, а в духовности ты не можешь это увидеть и пощупать, понимаете? Поэтому так Всевышний сделал, что нужен постоянно кто-то, кто тебе об этом напоминает, кто тебе говорит о твоем потенциале духовном, кто тебе помогает расти, да, вот как мы стараемся во Икра, стараемся помогать духовно расти. Но что интересно, если человек не хочет этого делать, не хочет этого делать, то что? Всевышний ему напоминает, только он это напоминает через какие-то страдания. Вот у человека все разрушилось, да, я читал вчера историю, как один человек, он попал в больницу, он попал в больницу, сейчас, он попал в больницу и, значит, у него все разрушилось. Да, вот сейчас мы чуть-чуть заняли в это самое, алло, да, так вот, значит, очень извиняюсь, очень извиняюсь, что прерываюсь. Один человек, у него было вначале все хорошо, он попал в больницу и когда он был в больнице, он очень страдал, у него был стресс, ему было очень плохо и он не знал, что будет дальше с ним, он потерял бизнес. И в этот момент к нему пришел его друг и говорит ему, слушай, ну, положись на Всевышнего, начни молиться, положись на Всевышнего и тогда, значит, у тебя будет все хорошо. И что? И что? Он лежал подключенный к аппарату в реанимации и в этот момент, когда он лежал подключенный к аппарату в реанимации, у него, у него, когда он подумал и начал обращаться ко Всевышнему, когда он начал обращаться ко Всевышнему, в этот момент в этот момент у него у него исправились показатели. И он говорит, я все потерял для того, чтобы найти свою связь со Всевышним. Он прям почувствовал, как в момент, когда он положился на Всевышнего и отпустил, и сказал, что все, я больше не буду, я не могу себя спасти, не могу себя вылечить, не могу вернуть себе бизнес. Всевышний, я на тебя полагаюсь. И в этот момент, когда он так сказал, оп, у него он успокоился. И когда он успокоился, тогда он начал выздоравливать, тогда у него начало все внутри возвращаться. То есть человек, когда он находится в состоянии гнева, стресса, депрессии, он не может принимать никакие адекватные решения, он в стрессе. Но когда он спокойно, когда он говорит, этот мир, вот я сейчас успокоился, этот мир не мой, это мир Всевышнего, да, у меня жена вышла сейчас, перекрыла там движение кому-то, все такое, все сигналят. Но что? Это мир Всевышнего, так оно получилось. Я спокойненько, радостно сижу, провожу урок, значит, с Божьей помощью, все, что происходит, все к лучшему, все, что происходит, все к лучшему. И что изменилось? Внешне ничего не изменилось, а внутри изменилось. Внутри стало намного легче, намного спокойнее, намного как-то позитивнее стало внутри. Слава Богу, да, все. Двигаемся дальше, двигаемся дальше. у нас есть, у нас есть недельная глава, когда ты выйдешь на войну, когда ты выйдешь на войну, и что тогда? Начальник все время на войне, постоянно, война внутри, война снаружи, мы постоянно находимся на войне. В этой главе нам даются заповеди, вот нам дается заповедь такая, когда ты придешь в виноградник, здесь заповеди идут для рабочих, для рабочих. Значит, ну, рабочий, когда он работает, он может кушать до сытости, то есть имеется в виду что? Если вы будете, например, работать у кого-то на винограднике, то вы можете кушать виноград, пока работаете. Но не можете наесть этим виноградом и забрать его с собой, так не надо делать, а нужно только что брать то, что вам нужно сейчас для еды. И дальше, в этой недельной главе идут, идут очень интересные моменты про развод с женой. Про развод с женой. По торе, оказывается, по торе, давайте почитаем, как написано. Ти как и шиша у бала. Когда человек возьмет себе жену и с ней сблизится, да, физически, физически сблизится, ваяем локим сахэн бэйнав. И не нашла она милости в его глазах, да. Она тут же после этого начала, допустим, на него кричать и сказала ему там, как-то она его, в общем, было ему после этого нехорошо. Кима Цаба Ирва Давар. Значит, здесь говорится про женщину, которая, которая ведет себя некрасиво. Нашел он в ней какую-то постыдную вещь. То есть, она, очевидно, как-то себя очень некрасиво повела по отношению к нему. Значит, то, что напишет он ей письмо, разводное письмо, даст свою руку и вышлет ее из своего дома. Ве яца ми бэйто. И вышла она из его дома. Ве Алха, ве Италии и Шахэр. И пошла она и стала женой другого. Этот другой, говорит устная Тора, не пара первому. Тот удалил нечистивую из своего дома, а этот вел ее в свой дом. Значит, второе, она разведенная, тот, говорит, она там вообще что-то про нее сказал даже, что она, может, некрасиво себя вела, а второй все равно на ней женился. И дальше Весна и возненавидит ее второй ее муж и написал ей тоже письмо разводное, дал в ее руку и отправил ее из дома. Или он умер, например, бывает такая ситуация, что второй ее муж умер, значит, то, что то, что не может ее первый муж Лойухаль Баалай Решо, не может ее первый муж, который ее выслал, вернуть ее и взять ему обратно женой. То есть, не может она на нее взять женой, значит, так как так как она ну, как-то духовно запачкалась и это мерзость перед Всевышним и нельзя, значит, приводить грех на землю, в которой ты живешь. Значит, смотрите, я не знаю, не понимаю смысл этого закона, то есть, но нельзя второй раз жениться, представляете? Да, спасибо, спасибо, Дамир желает моей жене хороших пожеланий. Мы с ней женаты уже 22 года и, значит, и дальше собираемся быть до 120 женатыми, поэтому этот закон, я вам расскажу сейчас интересную вещь. есть есть такие народы, такой народ называется он Караимы. Караимы это евреи, которые где-то в Вавилонии еще около двух-много тысяч лет назад они перестали соблюдать перестали соблюдать устную Тору. Они сказали, мы письменную Тору то, что написано мы соблюдаем, а устную Тору мы не будем соблюдать. Теперь что получилось? Здесь написано в письменной Торе, что разводное письмо он напишет ей письмо, даст ей в руку и вышлет ее из дома. Теперь они так и делали. А как его писать? А там есть целый трактат законов, вот такой вот Талмуда, вот такой вот Том. Значит, там написаны законы, как писать этот гетро разводное письмо, чтобы действительно этот развод на небе состоялся. Но так как они устную Тору они не соблюдают, то они не знают как его писать. И они просто писали какую-то записочку дал жене, она ушла. Что дальше? Что дальше? Потом в какой-то момент но они все остальное соблюдали заповеди. Письменные Торы они соблюдали. И потом возник вопрос можно ли евреям на них жениться? И евреи с тиралины сказали нет, нельзя на них жениться. Почему? Потому что они не разводились по закону и получается замужняя женщина, которая замужем за одним мужчиной. Потом она перешла к другому мужчине. Но развода не было. А если не было развода, значит дети, которые родились от этого брака, они мамзеры. Мамзеры это незаконно рожденные. И на них нельзя жениться. Но мудрецы посчитали, что за там сто поколений обязательно обязательно уже очень много мамзеров внутри было. И они все незаконно рожденные получились. И на них нельзя жениться. Представляете? Поэтому если вдруг вы встретите караима и вы еврей, то вам нельзя на нем жениться. Все. Вот так, дорогие друзья, мы сегодня это выучили. Давайте посмотрим, как мы можем это использовать в наше время. все это война, понимаете, все это война с собой. Семейная жизнь это не подарок. Не подарок. И мы должны думать очень над каждым своим шагом, над каждым своим действием. Особенно очень важно создавать, чтобы не было войны внутри. То есть нужно уметь спокойненько с собой договариваться. Никакого гнева, никакого раздражения, никакого вообще негативных эмоций. Быть все время спокойным, расслабленным. Понимать, что все от Всевышнего. Мы пытаемся контролировать свой мир вокруг себя. Нереально. Все. Вот большая часть событий в жизни неконтролируемые. Все от Всевышнего. И нужно уметь спокойно расслабиться и стремиться к шалому. Будем как Талмидимшель Аарон, ученики Аарона. Оэв шалом, любишь мир, Родев шалом, гонишься за миром, уэв это бриот, любишь создание, уме карман литура. И приближаешь их к Торе, изучаешь, наблюдаешь, принимаешь спокойные решения. Никак, никак не включаться ни в какие гневы и крики и конфликты и так далее. Все. Вам всем удачи, успехов, чтобы было благословение во всех хороших, добрых делах, в семьях, в здоровье, в благополучии. Спокойненько, расслаблено, с любовью, с миром, и чтобы в заслугу того, что у нас, вот видите, сейчас 150 человек на уроке, если у нас у каждого внутри будет мир, мы сделаем вокруг себя мир, такое спокойствие. Уже будет 150 умножить на 5, уже будет, например, 1000 человек в состоянии такого духовного внутреннего шалома. потом 1000 человек умножить на 5, 5000 человек, 5000 умножить на 5, 25, 25 на 5, 125, 125 на 5000 и так далее, и так далее. Глядишь, и миллионы людей поймут, что шалом лучше, чем война и перестанут воевать. А те, кто хотят воевать, отправят в Колизеи, пускай между собой воюют. А так получается, что есть один человек злобный, он одного обидел, второго обидел, третьего обидел, с кем подрался, с кем подрался. Глядишь, вокруг миллионы людей уже в состоянии войны. Нехорошо. Давайте, чтобы все было мирно и по-доброму. Все, молимся за мир, о мире, чтобы вот сейчас спрошишь, она решается судьба мира на будущий год. Давайте помолимся, чтобы Всевышний вынес на будущий год решение, что будет шалом. Будет шалом, война закончится, и все будут спокойно, радостно жениться, рожать детей, работать, зарабатывать, путешествовать. Все-таки, как было хорошо, когда мир был без границ, когда можно было спокойно ехать, куда хочешь. Было отлично. Все, всем удачи, успехов, счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова